Будут нюансы, будут брать взятки, по привычке думать, что раз пришли, раз прошли сквозь сито, то могут повторить опять. Для этого к прянику в виде зарплаты должно быть идеальное наказание. Да, действительно. В Сингапуре за коррупцию прекрасное наказание. Смертная казнь. Притом у них есть два варианта смертной казни. Смертная казнь без вариантов и смертная казнь, которую можно оспорить. К судям смертная казнь без вариантов. Пока у нас этого нет. Поэтому единственное, что можно сделать, это действительно полная конфискация, это действительно наказание. Как только судьи, первые судьи, которые будут пойманы, сядут на скамью подсудимых, будет идеальный вариант. Но я хочу сказать еще одну вещь, об одной угрозе, о которой все молчат. Часть судей, которые уволены будут, стопроцентно подадут в суд, в том числе и в европейский суд, могут подавать, с попыткой восстановиться на занимаемую должность. И вот тут мне помог юрист, который сейчас воюет в Донецкой области, мой близкий друг, который второй год уже воюет. И он мне сказал, Слава, есть потрясающий вариант. Давай говорить честно, административное право у нас есть. Эти люди имеют право, судьи, подавать и параллельно защищать родину. Имеют право. Прекрасная идея с судебными батальонами. На фронт. Потрясающе. Нет, нет, не на фронт. Потому что защищать родину, это почетная обязанность украинцев. У нас завинированы большие территории. Кто-то должен разминировать. Они хотят справедливости? Пусть праведливо разминируют Украину. Спасибо. Спасибо.